Захлёбывает А если не закрывать заслонку, то? Ну тогда это слишком, ты слышишь, как он У него слишком низкие обороты Вот он никак разогнаться не может Как будто ему прям газу хочется поддать Газ, хотя я делал на всю Сейчас он будет чихать В итоге стрельнёт Ну вот чё вот такой Бензин свежий Всем привет, друзья мои, вы на канале Gardenstalk И в сегодняшнем нашем видео Мы расскажем вам о первых ошибках Эксплуатации мотоблока При покупке Я отлично понимаю вас, что вы не хотите Сталкиваться с какими-то негативными эмоциями Ездить по сервисным центрам Ну и читать толстую книжку С инструкцией вам тоже неохота Вы ездите на автомобиле Вы опытный автовладелец Делаете какие-то технические регламенты Вашего автомобиля Меняете там воздушные фильтра И вам кажется, что мотоблок Либо какое-то садовое изделие Типа газонокосилки и бензопилы Это то же самое Или даже ещё проще И поэтому зачем здесь читать инструкцию Тут и так всё понятно Вот именно из-за такого и возникают ваши ошибки А с учётом того, что в России у нас 99,9% инженеров Которые даже не желают читать инструкцию Вот здесь, мужики, возникают те самые ошибки Поэтому обязательно смотрим видео до конца Если вы даже опытный садовод И у вас в эксплуатации не один и не два А уже много мотоблоков было То тоже досмотрите это видео до конца Я думаю, из этого видео вы для себя подчеркнёте Много интересных моментов, о которых вы даже не знали Давайте начнём Конечно же, всё начинается с покупки и транспортировки Вашего изделия до места работы И тут есть два варианта Первый вариант – вы просто заказываете доставку Вам привозят мотоблок до вашего участка Второй вариант – вы недостаточно осведомлены И хотите выбрать в магазине мотоблок И вот здесь вы сталкиваетесь с ошибкой номер один Вы приехали на какой-то маленькой машине А точнее на седане У мотоблока достаточно объёмная коробка А если это какой-то отечественный мотоблок Либо украинский, белорусский Такие мотоблоки проходят в стопроцентное УТК Это стопроцентный контроль качества О чём я говорю сейчас Все эти мотоблоки заправлены маслом То есть масло в картере, масло в трансмиссии Будет уже залито И такие мотоблоки можно транспортировать Только в вертикальном положении Но вы хотите ваш мотоблок увезти сразу Поэтому вы говорите А давайте мы его поставим боком И как-нибудь затолкаем в автомобиль Отлично, затолкали Привозим домой, мотоблок не заводится Либо второй вариант Давайте достанем его из коробки И погрузим по частям Но тогда тоже нужно мотоблок грузить Только в вертикальном положении Но чтобы его было удобнее грузить Его кладут на какой-то бок И вот здесь мы сталкиваемся с какой проблемой У вас масло из картера попадает Либо в глушитель, либо в воздушный фильтр Если у нас масло попадает в глушитель И вы заводите мотоблок То вы сразу увидите клубы белого-сизого дыма И подумаете, что ваш мотоблок неисправен Нет, это неисправность мотоблока Это просто масло попало в глушитель Что нужно делать? Завести мотоблок и ждать, пока все масло прогорит Других вариантов нет Нет, конечно, можно его разобрать И попытаться масло из него какими-то способами убрать Ну, это, сами понимаете, достаточно проблематичная ситуация Хуже будет, если вы мотоблок перевернете на сторону воздушного фильтра Масло попадает в воздушный фильтр И сколько вы не дергали вашу ручку стартера Мотоблок у вас не заведется Что нужно будет сделать? Соответственно, откручиваем этот воздушный фильтр Смотрим, что он у вас весь в масле Достаем его, выбрасываем Покупаем новый И начинаем эксплуатировать мотоблок И вот у вас мотоблок на участке У вас огромные эмоции Вам хочется быстрее начать работать И показать вашему соседу, что вы не лыком шиты Что вы купили отличного помощника А может даже лучше, чем у вашего соседа Поэтому вы быстрее заливаете бензин Заводите и начинаете работать И вот тут вы сталкиваетесь с ошибкой номер два Вы не проверили уровень масла в картере двигателя И в редукторе Да, вы купили отечественный мотоблок И думаете, что в нем-то масла уже все залиты Но не забываем про человеческий фактор Где-то могут не долить Где-то могут перелить И также много продавцов Выдают китайские мотоблоки за отечественные А все китайские мотоблоки не залиты маслом Поэтому Мотоблок собрали Начинаем проверять Уровень масла в картере двигателя Уровень масла в редукторе И только после этого начинаем заводить Многие скажут, да я не буду работать им фрезами Я хочу использовать своего помощника Как транспортное средство И эксплуатировать его с телегой Но тут сразу ошибка номер три Вы купили мотоблок И не проверили давление в колесах Моментом срезает сосок На вашей камере Ейте, покупайте новую Это не гарантия Залили масло в картер двигателя Уровень Супер В редукторе тоже уровень Отлично Переходим к топливу О, так у меня есть канистра с бензином в гараже Иду, беру, заливаю И тут я сталкиваюсь с ошибкой номер четыре Сколько этот бензин хранился? Месяц, два, а может полгода? Все моторы на садовой технике Не оснащены фильтром топливным Поэтому, если мы заливаем старое топливо То вы неизбежно столкнетесь с сервисной службой Либо чистить, а может покупать новый Взяли канистру, съездили за свежим бензином Залили, начинаем работать И тут мы столкнулись с ошибкой номер пять Начинаем смотреть протяжку болтов Не забываем опять же про тот же самый человеческий фактор Да, я отлично понимаю, везде используются контргайки Но если ваш редуктор, либо крепление двигателя Будет не затянут до конца То будут необратимые последствия Итак, ошибка номер шесть С которой сталкиваются наши покупатели Это воздушный фильтр Бывает он на всех мотоблоках двух типов Первый тип это стандартный Похож на автомобильный, выглядит вот так вот Сверху у нас поролон, внутри бумага Просто меняем его по регламенту Второй тип это масляный фильтр Где масло является фильтрующим элементом Вот здесь вот сталкиваемся с ошибкой номер шесть Многие люди не читают инструкции Многие не смотрят, из чего у вас состоит воздушный фильтр И не заливают в него масло Здесь вы, естественно, попадаете на мотор Потому что в поршень попадают все песчинки И образуются задиры Но, наконец, проверили Масла все по уровню Шины накачаны, болты протянуты С фильтром тоже разобрались Начинаем заводить и эксплуатировать О, да, в инструкции что-то было сказано про обкатку Пять часов Завели мотор Пойду я попью чай Пусть сам себе обкатывается И тут мы сталкиваемся с ошибкой номер семь Обкатка происходит только в режиме работы На среднем газу Сейчас я объясню почему Все моторы на садовой технике Не оборудованы масляным насосом Масло раскидывается в таких моторах Масляной крыльчаткой Если вы будете ставить моторы На самые низкие обороты И уходить пить чай То если вы не убьете ваш мотор То сократите ресурс в два раза точно Поэтому начинаем сразу эксплуатировать Ваш мотоблок в работе Но, естественно, на средних оборотах Так написано в инструкции В инструкции на русском языке Есть отличные картинки Которые четко поясняют Как собирать фрезу для культивации Но когда вы ее собираете Вы смотрите на эти ножи И почему-то думаете Что они недостаточно заточены Либо вам так просто кажется Вы берете и начинаете их точить И вот тут вы сталкиваетесь С ошибкой номер восемь Поверьте мне на слово Завод-изготовитель оптимально Я даже скажу идеально Производит заточку этих фрез Но если вы все-таки соберетесь И заточите ваши фрезы То мотоблок начнет вязнуть в земле Нормально он работать не будет Поверьте Ошибка номер девять Про которую мне часто пишут в ютубе Это переключение коробки передач На мотоблоке Да, здесь все не как в автомобиле Вам не надо выжимать сцепление И переключать передачу У которой есть какие-то синхронизаторы Синхронизаторов в мотоблоке не будет Вы просто делаете Во-первых, полную остановку мотоблока Если едете с телегой И только после этого Переключаете передачу Но если она у вас не переключается Вам нужно катнуть мотоблок Чуть-чуть вперед Либо назад И тогда шестерни попадут в зацепление И без каких-то физических сил Коробка передач переключится элементарно После того, как вы поработали Вашим мотоблоком Вы его завозите в сарай И оставляете там До следующей эксплуатации И здесь мы сталкиваемся С десятой ошибкой Это закрытие топливного крана Которое должно происходить всегда При транспортировке При хранении Кран бензобака Закрываем Если вы не закроете То топливо Начинает попадать в картер двигателя И наконец ошибка Для опытных мотоблочников У которых уже был мотоблок И долгие годы вы эксплуатировали его Не забывайте Что при покупке нового изделия Есть понятие Обкатка двигателя И что вам нужно поменять масло После первых пяти часов работы Об этом тоже многие забывают И меняют его по привычке Раз в год Либо раз в сезон Обязательно читайте все инструкцию Не пожалейте своего времени Самые основные ошибки По моему мнению Я вам все изложил Но если вам есть Что-то добавить Из вашей практики Что-то интересное Что-то запоминающее Обязательно пишите в комментариях Я думаю Будет интересно почитать всем Я же с вами не прощаюсь Увидимся в комментариях До новых встреч До свидания Субтитры подогнал «Симон»